Мам, я не зигую, мамочка, я не зигую, хватит материться, нормально все с позиции. Ты когда-нибудь встречалась со своим одноклассником? Нет, они для меня как братья, я так не могу. А с чуваками из параллельных классов? Нет, ну, а ты? Я да. С чуваками из параллельных классов? Конечно, конечно, уже тогда я был человеком прогрессивных взглядов. Я хотела котенка своего назвать Димаста. Я думала, между именем Печенька и Димаста, выбрала Печеньку. Почему в итоге это не Димаста я назвала? Проголосовали просто в Инстаграме, что Печенька более приглашена. Да, я очень зависима, они управляют мной. Вы произносите разные фразы, будьте с ними осторожны, каждая из них может быть запомнена, записана в заметке, и потом я заработаю большие деньги на этом. Я с вами не буду делиться вообще никак. Ну что, друзья, мы находимся на уютной маленькой кухне. Пьем кофе, варим кофе. С нами уютная маленькая Лиза. Да, ребята решили угореть по натурализму и снять меня в естественной среде. Самое интересное блюдо, которое было приготовлено на этой кухне. Вот так, 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 так. Пошла жаришка. Вот видите, как и проиллюстрировалось. Я пыталась готовить бишфштекс. Бишфштекс. Да, да. Я купила очень дорогое, вкусное, хорошее мясо. Мраморную говядину. Что-то такое, слушай. Какое-то прям хорошее. И я все испортила. Мне часто пишут в инстаграме и спрашивают одно и то же. Чувак, как тебе в твои годы удается выглядеть так, что про тебя пишут в комментариях школьник? Ну, чуваки, есть три способа для этого. Первый. Продать душу дьяволу, но это крайне невыгодно. Второй. Пить кровь девственниц. Но девственниц в Москве больше не осталось. И это тоже проблема. И, наконец, есть третий способ. Правильно питаться. Мы спросили у наших друзей, и они посоветовали нам сервис по доставке еды GrowFood. GrowFood – это офигенно. Мы позвонили, сделали заказ, нам ответили вежливые операторы, все подтвердили. И буквально в назначенное время приехал курьер вот с таким вот пакетом еды. Здесь есть еда на любой вкус и цвет, но самое главное – она всегда полезная. Она для тех, кто занимается спортом, хочет сбросить или наоборот набрать вес и, конечно же, сохранить вечную молодость. Делай заказ на GrowFood, вводи промокод вписка, получай 300 рублей скидки. Это реально работает. Вы спросите, где Вася, а его нет. Он ушел в магазин покупать еду, потому что он еще не знает, что нам привезли целый пакет вкусной и здоровой и питательной еды от GrowFood. Но он вернется, и мы с удовольствием вместе ее съедим. А еще у меня есть вино. Так. Я привезла его из Сочи. Любишь винишко? На самом деле не очень, но мне кажется, так здорово иногда, когда кто-то пришел, поставить бутылочку, открыть. Как в Сочи-то? Все хорошо? Прошло? В Сочи хорошо, мы там тусили с Настей гречкой. Мы видели твое потрясающее видео, где вы обсуждаете песни друг друга. Я была в Туре, и именно в Екатеринбурге, откуда Екатерина? У меня зовут Лиза. Йоу, алло. Вот это было хорошо. Все были такие модные, гламурные, а мы с ней вдвоем ходили такие трушные. Нас потом после выступления завели в какое-то прям супер локшеристенькое место, просто вообще вверх. Ну вот всякие Собчачка, типа Бондарчук, вот эти все. И они такие очень пафосные, и мы с Настей так себя странно чувствовали там. И мне кажется, они как, знаете, такую экзотическую обезьянку. Ой, посмотрите, какая девочка. Типа новая модненькая обезьяночка. Да, будем ей радоваться, насаждаться, звать ее к себе на тусы. Это не очень приятное чувство. Ты сама не офигела от внимания медиа вот за это время к тебе? А мне кажется, все немножко они как-то переоценивают, преувеличивают, и я такого вообще не ожидала. Самый задолбавший у тебя вопрос. Почему у меня зовут Монеточка? И что, меня бейс, когда спрашивают, а вы не боитесь, что ваш хайп временный, и он скоро пройдет? Очень хитренько, как будто бы они нарыли мою какую-то самую больную точку, и такие, пау-пау. Ну, это не так. И что ты отвечаешь? Я говорю, что как Федук у Дудя сказал, что я слышу, это уже три года, типа, йоу. Самое удивительное знакомство за последний месяц? С Эвелиной Хромченко мы вчера познакомились, и она кинула мне респект. И сказала, типа, давай что-нибудь сделаем. Ладно. Воу, воу. Ну, всякие вот эти бандерчуки, Собчак. Что сказала Собчак тебе? Дошла к мне, сказала, Лиза, можно сфотографироваться. Я сказала, ладно. Так и быть. Так уж и быть. Окей. Но фотография получилась некрасивая, и я не смогу этим нигде подтонуть. Как вы с Настей познакомились? Мы познакомились в интернете. Я сначала не послушала ее творчество, и в интервью сказала, типа, что за Настя? Она на меня очень обиделась, и у нас началось все с такого немножко негатива. Но потом мы встретились в жизни, и поняли, что мы не можем друг без друга жить, и все это брехня и фигня. Я просто помню, знаешь, первый же комментарий на ютубе под вашим интервью-то. Земфира и Литвинова. 2К18. Думаешь, это хорошее сравнение? Мне вот честно кажется, что Настя покруче будет. Чем думаешь? Земфира? Думаешь через... Ну, для меня она потрушнее. Ну, как бы, Земфира очень сложный человек, мне кажется, очень закрытый, непонятный. Думаешь, через 3 года гречка соберет Олимпийский? Да. Думаешь? Конечно. Давай с тобой забьемся. Давайте. Разрубивай. А ты, подожди, думаешь, что не соберет? Думаю, не соберет. А в Олимпийском сколько людей? 20 тысяч. 20 тысяч. Ну, бывает поменьше. Давайте возьмем 4 года все-таки. 4 года. А на что спорь? На Оленку. На Оленку. Все, разрубаю, разрубаю, свою долю получаю, надо было сказать. Но ты не сказал, поэтому долю не получишь. Настя, привет тебе огромный. Друзья, если вы хотите, чтобы гречка пришла на вписку, обязательно заходите в комментарии и пишите там. И мы ее позовем на вписку. Не факт, что она сама здесь. Она позовет нас, мы же приходим на вписку сами. Привет, Настя. Ты много бухаешь? Не знаю, мне кажется, что нет. Слушай, ну обычно так отвечают люди с первой стадии алкоголизма. А все-таки во сколько лет ты впервые попробовала алкоголь? Мне кажется, лет в 15 это был Екатеринбург, это был девятый этаж панельного серого дома, балкон, зима, холодно. Мы пили пиво с мальчиком, который мне нравится, его другом и моей подружкой Ириной. Привет, Ирина. Ты хотела это забыть, мы хотели это забыть, но нет. Почему забыть так? Мы думали, что мы такие принцессы, а нас привели в какой-то подъезд, на какой-то балкон. Мы слушали какую-то музыку с телефона, ели сухарики и пили пиво Жигулевское, помню, как сейчас. Это было прямо на падике? Да, потому что, естественно, у всех мамки и никому не разрешают пить дома. Вообще, было бы неплохо, если бы родители иногда разрешали своим детям выпить немножко пивка. Может быть, лишилось бы очень много проблем. Проводить свидание в подъезде совсем не романтично. Полная фигня. Чтобы покорить сердце девушки, вы должны создать правильную атмосферу. Во-первых, повесить лофтовые лампочки. Во-вторых, найти самый красивый балкон в Москве. В-третьих, шикарно одеться. И в-четвертых, включить правильную романтичную музыку. А вся лучшая и романтичная музыка находится в плейлисте от Лизы Монеточки. И послушать вы ее можете на Яндекс Музыке. Подписывайся на Яндекс Музыку и слушай все самые романтичные песни в мире. В том числе, даже офлайн. Когда у тебя на телефоне нет интернета, можно скачивать их туда и слушать в любой ситуации. Жми на ссылку в описании, слушай плейлист от Лизы Монеточки и подписывайся на Яндекс Музыку. И тогда обещаю тебе я, Вася Трунов, все девушки, все самые красивые девушки будут твоими. А если ты девушка, то все мужчины будут твоими. И это тебе обещает Коля Редькин. Клянусь. И слушайте там мои треки, потому что если мои песни слушать на Яндекс Музыке, то они будут звучать еще круче. Я проверяла. Самое крутое свидание в твоей жизни? Ой, однажды один мальчишка водил меня на, типа, знаете, Москва-сити там, вот этот вот вид на всю фигню. И он подарил мне какой-то огромный букет цветов гигантский. И это было очень слащавое свидание такое, прям идеальное. Мы ели кучу сладостей и все такое. Но это было не очень интересно. Почему оно лучше, если оно было такое слащавое и банальненькое? Ну, потому что, если вы хотите спросить, когда я испытала самые крутые эмоции, это было, когда мы с мальчиком сбежали от родителей ночью, потому что нас не отпускали, а мы решили встретиться. Транспорт не работал, и у нас не было денег ни на что. И мы пешком добежали друг на друга, хотя он живет на сортировке, я живу на ботанике. Мы бежали, бежали, встретились в центре и гуляли ночью по снегу, по холоду. У нас замерзали руки, ноги. Потом мы пошли пешком зачем-то в Икею, не знаю, смотрели на мебель. Я не знаю, что нам там хотелось. И вот это я никогда не забуду. Здесь ничего не рассчитано на гостей, поэтому будем с вами прижиматься к друг дружке. Короче, есть у меня немножко психанутые подписчики. Я их очень люблю, может быть, на них все и держится, но они типа сталкерят. И все дома в Москве, где я жила, все кто-то находил обязательно. Хотя я стараюсь это скрывать. Приходил мальчик, он тут все время сидел, ждал меня, Лиза, Лиза. И потом появился вот этот синий пакет. И когда идет ветер, он типа не шевелится, как будто бы в нем есть что-то тяжелое. И возможно, прямо сейчас где-то идет реальти-шоу про мою жизнь. Давайте помашем. Привет! Мама, привет тебе. Я скоро приеду в Челябинск. Вот такие вещи меня реально очень пугают. Или знаете, когда ты идешь домой и где-то из-за куста, Лиза, я посмотрела видео на ютубе, где ты плачешь. У меня есть один видос, где я после Урганта пришла и очень расстроилась из-за того, что я плохо спела. Впервые сегодня у нас в гостях встречайте Монеточка. И не понравилось, как я спела. Что, прям сильно расстроилась? Ну тогда да, но потом посмотрела выпуск, поняла, что все круто. Вообще, как можно хейтить девушку, у которой вот такие вот ушки? Девушки – это обман, а на самом деле я Халк. Посмотрите, что я сделала со стеклом. Разве милая девочка могла бы сделать такое? Ты была на балконе, закрыла дверь, захлопнула, да? Да, я захлопнула дверь. И вот эта задвижка, вот эта маленькая штучка наверху, она, видимо, от ветра или от чего-то еще опустилась. И я оказалась заперта. А до саундчека оставалось полчаса. Боже мой. Вышел вот туда, сосед на балкон, мужчина, мужчина, говорю, вызывайте МЧС. А он такой говорит, да не надо вызывать МЧС, бей кулаком, и стекло разобьется. Я так всегда делаю. Мужчина попытался звонить в эти МЧС, но это у нас все очень плохо работает. И ЖКХ, например, приезжают только там, если им сразу заплатить. Он посоветовал мне обмотать простынкой, которой тут висела кулак. Я обмотала, у меня получилась такая здоровенная базука, культяпка. Я прикрылась шторкой, вытащила вот эту шторку сюда, закрыла лицо и начала дубасить, дубасить в стекло. Прям такой тук, тук, тук. Но я сначала слабенько, а он такой стоит, я удраю, он говорит, давай еще. И типа бью, бью. У меня получилось разбить это стекло, и я вся дрожа, вытащила стекла и вылезла наружу. Друзья, именно поэтому мы находимся дома в обуви. Да, потому что я забочусь о своих гостях. Это классно. Так что звоните, обращайтесь. Я лучше, чем МЧС, в этом плане работаю и более оперативно. Нужно разбить стекло, вскрыть сейф. Что еще? Свадьба, корпоратив. Даже могу в рифму составить слова, если будет вам надо. Во сколько лет ты начала пользоваться интернетом? Наверное, лет с 12, с 10. Что делает 12-летняя девочка в интернете? Она сидит на Mail.ru, играет в онлайн-игры для девочек, короче говоря. Всякие розовые поняшки, MMORPG с понями и барби. Не знаю такого. Есть такие вещи. Отвечать педофилам, женусь на постоянно. Серьезно? Да нет. Писали? Чего на них не хватает, хотелось сказать? Смотрела я тесака в какое-то время. Тоже было очень странно. Какие у тебя ощущения это вызывало? Знаете, какое-то время, вот я на дверь лет 13-14 его первый раз увидела. И мне он очень понравился. И только потом, годам к 15, до меня дошло, что происходит, когда его как раз посадили, по-моему, и все, я его разлюбила. Все против чего-то, везде деструктив, хочется чего-то созидательного наконец-то, типа позитивная программа действий и все дела. Этого я не вижу нигде. И в музыке, кстати, этого нет. В музыке же тоже. Сейчас у нас во всем же главенствуют рэп и хип-хоп. Это очень агрессивная музыка. Я ненавижу тебя, слушатель. Либо я ненавижу тебя, другой рэпер. Либо я ненавижу тебя, сучка. Либо я ненавижу себя. Что это такое? Мне не могут ничего больше предложить. Мне это грустно. Бесит меня, что музыка такая агрессивная. Ты либо выставляешь на пока свои проблемы, либо кого-то унижаешь. А вся светлая, добрая музыка, она скучная сейчас очень. Это неинтересно слушать. Это не прикольно. Вот я за то, чтобы делать какую-то интересную, классную музыку, которая, тем не менее, не унижала бы кого-то. Там не было вот этой Мальбековской знаменитой истеричности. Может, когда-нибудь я напишу, научусь писать такие треки. Кто может предложить из нынешних артистов? Антоха МС. Антоха МС. Красавчик. Зал, зрители просто растекаются в этом позитивном вайбе, когда он включает. Это вообще кайф. А рэперы стали тебе писать, предлагать фиточки? Они всегда пишут еще с первого альбома. Слава КПСС. Слава КПСС очень крутой. Он хочет, чтобы я перестала жрать трупы и заставлять меня быть вегетарианом. Он вегетарианец? Наверное, да, но я не уверена. Но он хочет, чтобы я была. Но мне что-то Фейс недавно пописывал. Пописывал? Пописывал. Он хотел встретиться со мной очень сильно. Встретить захочет. Но не получилось у нас. Мы разошлись в наши пути. Здесь, именно здесь, сочиняются новые песни. О, здесь же мэнтикстан, наверное, нужно прикрыть. Смотрите, вот, хихикали шпионы поздней ночью и патриотические рожи корчили. А как ты выжил... Вот это не вошло, например. А как ты выжил, батя, наверное, все иконки. Он их носил штук 20. Он был на грани тонкой от вечного покоя, но снова проносила. Он говорил, какой я такая Россия. Чтобы создать хит, вы должны взять 13 свечей. Свечей? Зажечь их, расставить вокруг себя. Призвать, знаете, кого? И красную мэрию. Призвать вашего любимого рэпера. Вот такого. Фейс Славу. Славу, да. О, Слава. И он придет и напишет вам текст. Слушай, а правда Слава тебя уговорил бросить институт? Я забрала документы, поругалась деканом. Мам, я бросила институт. Это мне сказал сделать Слава мой хороший друг. Мы просто болтали в директе инстаграма. И я пожаловала Симоне то, что я не хочу учиться в институте. Я хочу быть рэпером. А он сказал. А я такая. А он такой говорит. Нелиза. И в конце он такой. Антихайп. Антихайп. В общем, он сказал мне. Твои родители не будут за эту идею, пока ты не начнешь приносить им гору денег. Представляете? Короче, он сказал мне, чтобы я бросала. Ни на что не обращая внимания, делала, как я хочу. И говорит. Если что, будут ругаться. Говори, что это я тебе сказал. Я не бросила, слава богу, институт. Мне очень не хватает в нашей музыке, в нашей культуре, вот среди молодежи, в этой новой волне, таких чуваков с образованием, с каким-то культурным багажом. И я хочу быть ученой кошечкой в русском рэпе. Пять, шесть, семь, восемь. Если мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бы вживал возле трасс, я бы стал самой бедной и звуть. А тебя же реально обвиняли в том, что ты эту песню украла у группы Дастпанк. Еще плюс учиться в гике, то что тебя заставляют выучить авторское право. И я немножко знаю, как это все устроено. Мелодия в песне – это объект авторского права. Авторское право защищает это. И у тебя должны быть они уникальными и авторскими. Но такая штука, как аккорды, не защищена авторским правом. И это не потому, что им так просто придумалось, а потому что реально очень сложно придумать какой-то новый ход в этом плане. Ну что, можно вот так. Можно вот так. Помимо Get Lucky и каждый раз, вы можете найти тысячу миллионов этих песен, которые именно по такой штуке сделаны. Я читал очень много дискуссий по поводу твоего альбома. Очень много людей высказывало мнение, что тебе, внимание, гострайт, но из МС. Это пишут реально чуваки. Помню, боюсь сейчас ошибиться, но типа «Эхо Москвы» и что-то. На самом деле наши песни и стихи с Ваней очень похожи. Потому что мы очень похожим образом смотрим на текст, на построение песни и все такое. Ну и вообще я слушала его все детство. По-любому я что-то взяла. Это один из первых таких прям идеалов в плане творчества. Я включил песню «Нимфоманка». И я себя поймал на мысли, что слышу ее исполненное голосом Нойза. У меня есть такая штука, когда я пишу какие-то песни, они очень часто пишутся в моей голове голосом Нойза. Или в последнее время голосом, ну типа иногда Скриптонита какого-нибудь. Серьезно, Скриптонита. Ну да, знаете, когда я хочу чем-то такое развязное. Какая песня написалась голосом Скриптонита на альбоме? «Нимфоманка» писалась голосом Скриптонита, «Ковчег» писался голосом Нойза. Музыка. 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 Шок-видео. Вписка заставляет маленькую Лизу Монеточку гладить свои вещи. Ужасный, патриархальный Вася из ужасного патриархального Челябинска. А у меня вообще-то написано «Handible with love and respect». Вуманам нужны респекты. Вуманам. А не вот это вот все. Ой, так приятно гладить чью-то рубашку. Такое ощущение, что я снова дома, потому что я все время гладила рубашки отца. Да ладно. Да. Какие рубашки носил? Белые? Белые, голубые, в клеточку, в полосочку. Представляете? А кем он работает? Он работает строителем, инженером, проектирует дома. Вот. В разных компаниях. Кем мама работает? Моя мама, типа, туристический турагент, вот так можно сказать. Но сейчас она занята еще очень активно моей деятельностью. Она помогает мне как менеджер. То есть ты никогда не была мажором? Я думаю, что нет. Ну, хотя у меня не было такого, что нам прям нечего, например, есть. Но в Москву меня родители бы не смогли за свой счет отправить. И если бы я не поступила на бюджет, то я уверена, у меня бы, ну, во вгиб я бы не смогла поступить на платный. Русское кино в жопе или нет? Конечно, да. Потому что у нас с 90-х еще не успела сложиться нормальная система работы, ну, типа государства или вообще того, кто спонсирует это кино, с авторами фильма. В советское время была очень хорошая система. Там была мотивация для режиссеров. После того, как фильм выпущен, им удавалась оценка критиков специальной комиссии от одного до пяти. И в соответствии с этим выплачивался, либо не выплачивался дополнительный процент. Причем бешеный там что-то 200-300 процентов мог получить. В течение чуть ли, по-моему, не года государство оплачивает жизнь режиссера. Платит ему какую-то зарплату, какой-то график, какой-то фиксированный гонорар. И у человека есть возможность думать, ой, ты маленький, какой красивый. Все, съемки, съемки пошли не туда. Сейчас, вместо того, чтобы думать о качестве фильма, о зрителе, режиссер думает о том, как бы ему заработать, где бы ему, какую рекламу ставить. Лучший русский фильм последних лет. Один фильм. Я хочу назвать Балабановым, но это так банально. Какой фильм-то? Дурак. Хорошо. Ой, что я сказала? Быков? Быков живый. Быков? Быков? Мы это не вырежем, мы это не вырежем. Нет, вырежем. Тебе поставят. Я просто говорила, я знаю Быкова, я смотрела бы комедийный, я все это знаю, правда, я учила. Все, пожалуйста. Тормоз, что поедет тормоз? Не оставь вписку без ведущего. Это сразу не получится. Это надо все-таки в архитектуре. Все. Так освоиться и подумать. Ты снимал это, да? Да, так вот. Вписка могла остаться без одного из ведущих, вряд ли бы мы это поросли. Сегодня наша легендарная рубрика Carpool Karaoke проходит не в такси и не в обычном автомобиле, а в самом что ни на есть легендарном Запорожце 1963 года. Почти как пелось в Лизиной песне. И сейчас мы в него сядем и будем петь лучшие любимые песни только для вас. Потихонечку поехали. Ну что, поехали? Так, выруливаем, выруливаем. Сейчас. И за главное не входи во вкус. Нам еще хочется жить. Лечо, мальчики. Доехали, а? О, господи, мы живы, живы. Ты должна была пахосниска, ты должна сказать, ну что, сучечки, испугались? Горле ком объяснюсь потом. Я очень рад, что ты одеваешься, потому что, потому что ты одеваешься, хуй пойми, что. Я не просто так привела вас в это место, друзья. Это место очень важно для меня. Здесь было создано очень много треков из моего альбома. Хотя этот бар даже не платил нам ни копеечки за рекламу. И мы сидели с мальчиком, и он как-то клеился ко мне, а он был так неприятен. И спускаемся мы с ним вниз. Пройдемте. Идем, идем. И я роняю взгляд вот сюда. Я думал, скажешь, я роняю запад. Я роняю взгляд вот сюда. А здесь что у нас? Давайте снимем это крупно. Если бы мне платили за каждый раз, когда я тебя вспоминаю, я была бы бомжом. И все, и все, и выстрел. Просто безумие. Я потом ехала в метро, проехала три станции, и вот из этого все вывелось. Сама текста не пишешь. Все, госпрайтеры. Собираю в туалетах, кто фломастером написал, все коллекционирую себе. Это песня о девушке, которая поет, что она не думает о парне. Но поскольку она о нем поет, она же о нем думает. Да, она страшно в него влюблена. Дай бог, меня бы кто-нибудь так любил, как она его любит. Она запомнила все. Она запомнила эту задвижку, эту комфорку, эту трещину, чай. Она, блин, посвятила ему целый трек. Естественно, естественно. Она так трепетно бережет в памяти все, связанное с ним. Но она хочет казаться феминисткой. Она хочет казаться крутой, самостоятельной. Мне никто не нужен. Мне нужны одни стихи. Ты скажи, песня-то автобиографичная или нет? Ну, я задумывала ее как автобиографичную. А в итоге получилось, знаете, может быть, я немножко себя вскрыла ей сама. Потому что я-то реально думала, что мне никто не нужен. У меня очень часто бывает такой вайп, типа я вообще... Самостоятельная, прогрессивная, независимая женщина. Все я сделаю сама, и творчество меня наполняет, и внутри меня целая вселенная. Даже никто меня не пожалеет. Потому что есть, никого нет. Только я одна. И писала песню я именно с этим ощущением. Сейчас я покажу. Вот какая должна быть девочка. Идеальная героиня. Как я, крутая. А потом я переслушала уже готовый трек. Что-то пошло не по плану, да? Да, уже послушав готовый трек, я поняла, что типа она не такая простая, и я не такая простая. Может быть, таких идеальных классных девочек не бывает вообще даже в песнях. Писала песни про бывших, знаешь, такие... Ах, ты мерзавец, я сейчас поднимусь. Хочешь, я тебе спою? Конечно, конечно. Жизнь, как самый грустный трек из альбома группы Сплин. Не задался человек, вот и плакает один. Ты сложил на дно могил. Жизнь, любовь мою и свет. Все, что ты мне подарил, венерический букет. Надеюсь, что он не автобиографичный. Когда я писала, это не было автобиографичным. А потом прошло время, и он стал автобиографичным. Как можно... Кроме венерического букета, если что. Вот, ну уже хорошо, уже хорошо. Это главное. За последние пару дней я встретил несколько людей, моих знакомых друзей, которые были прямо уверены в том, что за твоей спиной кто-то стоит. За моей спиной стоит дофига людей. Если бы не эти люди, я бы уже давно совершила самоубийство. У меня очень много людей, которым я могу всегда обратиться к совету. Это Ваня Нойс, это Сережа Мудрик, это Витя Исаев. И самое крутое, что это та поддержка, которую невозможно... За которую нельзя забашлять. Никакие деньги. Но то, про что ты говоришь, естественно, этого нет. У тебя сейчас большая команда? Своей командой я пока что могу назвать только Витя Исаева. И то вот на период этого альбома только. То есть у нас нет с ним монополий друг на друга. Но на этот альбоме, то есть он его сделал музыку, и он будет сейчас со мной ездить по городам. А какой-то менеджер, человек, который принимает входящие звонки? Сейчас мы разбираемся с этим с моей мамой пока что. Но я сейчас очень-очень активно ищу человека, который это бы на себя взял. Прямо очень он мне нужен. Мне нужна очень гибкая такая система, подстроенная полностью под меня, потому что я знаю, что со мной не прокатит. Так как ты пиаришь фейс, и так меня не получится пиарить. Мы полублогеры, полумузыканты, непонятно кто. Нам не подходят вот эти все протоптанные дорожки. Нам нужны специальные хорошие люди, с которыми нам очень приятно работать. Ты хочешь себе что-нибудь подарить на меня, кроме на женщину? Спасибо, это очень мне подходит по образу. Нам только что подарили нос и штопор. Видите, у меня какие подписчики деликатные. Подошел, подарил подарок, ушел. Пиво открывалось будет чем. Лиза, по-любому же есть люди, которые слушают твои песни, твои тексты не так, как ты задумывала. Спиртасклянки, типа, сквиртасклянка. О моем дедушке. Значит, мы правильно поняли ее. Эта песня действительно о смерти, я не люблю говорить об этом открыто и прямо, как мне пришлось в этой песне. Я люблю как-то больше метафорами, вокруг да около, чтобы кто-то понял. Но когда она была готова вот в таком первоначальном варианте, я скинула ее какому-то своим друзьям и скинула мальчику, с которым мы когда-то давно встречались, потому что мы хорошо дружим сейчас. И такая, типа, ты понимаешь, про что это песня? И он такой, типа, про меня. И я поняла, что все надо переделывать и добавила туда вот это под землей, а человека нет. То есть какие-то такие прямолинейные вещи, но которые сразу давали бы понять, что это об этом. Виктор, откуда взялся эту сэмпл? Нет монет. Нет монет? На самом деле там поется не нет монет. Не хочу говорить, откуда я это пиздил. Как бы, откуда эта акапелла? Весь концепт был вот именно примерно поддержать вот Лизину лирическую сторону. музыкальной такой же. И чтобы она была, ну, такой шутливой, типа, интернетной, да, грубо говоря. Ну, ироничной. И в этом, мне кажется, секрет успеха. Не было никаких ожиданий. Не было никаких, даже дедлайнов не было. Мы просто сами себе их придумали из головы. И на этот альбом особо никто не рассчитывал. Не выпускающая компания, не мы сами. Мы просто делали еще до дропа. Мне очень нравилось просто слушать этот альбом. И особенно, когда мы его в первый день дописали. Это было очень смешно. Мы дописали альбом. Отправили его на мастеринг. И я пошла гулять и слушать эту песню. И типа, ой, еще одну сейчас послушаю. Ой, а сейчас еще каждый раз переслушаю. И я не могла зайти в метро очень долго. И потом Витя просто пошел гулять. И он встречает меня, типа, Лиза, что ты делаешь? И спалил меня за этим странным ЧСВ-ным занятием. Да, и Лиза ходит так. Да, то есть мне очень нравилось это слушать, потому что мне нравилась музыка Вити всегда. Это то же самое, что, наверное, девушке приятно смотреть на себя, когда ее там нарядили и накрасили. Точно так же мне было очень кафо слушать этот альбом, потому что я понимаю, что это я. Но это прям офигенно накрашенная, фотошопленная, принаряженная я. Как вы познакомились с ребятами? Мне посоветовали просто послушать музыку типа БЦХ. Я послушала, поняла, что это гениально с точки зрения звука и стиля. И мне просто захотелось познакомиться с чуваком, попробовать что-то вместе сделать, потому что звук и стиль это то, чего мне не хватало. Долгие-долгие 20 лет. И просто я написала ему. Мы с Витей встретились на ВДНХ, очень мило гуляли там, обсуждали аниме, жизнь. В Тарковском. В Тарковском. Вещи очень далекие от музыки. И потом что было? Потом... Да, прости, пожалуйста, конечно. Потом, дорогие друзья, потом я прислал Лизе драфт. Ну, какой-то типа там аккорды, еще что-то, последней дискотеки. Ей понравилось. Единственное, у Лизы есть одна интересная деталь. Она не выносит высокие звуки. Типа высокие, любые высокие инструменты, типа колокольчики или еще что-то. Почему? Почему, Лиза? Я не знаю, я не чувствую это. Когда мне Витя показывает трек, я просто говорю, мне не нравится эта штука. Убери, пожалуйста. Срежь. И он бы заметил, что это просто всегда высокие. Нам не цепи, цепи, цепи на шее и поцелуй. Лой, лой, папа подарит тебе и слой. Надеюсь, что мы сияем, а не наши краски. Зорки, 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 мы молодые. Но просто нам не цепи, цепи, цепи на шее и поцелуй. Опа! Атистан в крови, по бокам конвой. А меня везут по сирену войн. И теперь нас ждут друзья новые. И предметы сейчас уголовные. Друзья, у нас есть вот такая вот замечательная кружка прямо от Лизы. Она из нее пила. Да, это не прямо из магазина, а моя личная со стола. Царь Барского. У Лизы есть песня. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс. Я бы стала самой бедной из людей. Но ей уже надоело петь эту строчку. Пошнет. Так вот, вам все вот нужно продолжить строчку, если бы мне платили каждый раз. Каждый раз, когда я думал о тебе, меня похищают инопланетяне. Каждый раз, когда я думаю о тебе, я вижу йети и зеленых человечков. Каждый раз, когда я думаю о тебе, мне делают педикюр акула. Это очень плохие варианты, но я думаю, вы можете придумать нормальные, креативные, крутые варианты. Автору самого крутого мы пришлем эту кружку почтой. Вы все ждали, где же и как проявить свою креативность, и это время пришло. Вперед в комментарии, друзья. И эти ключи достаются вам? Нет. Нет? А, эти ключи достаются тебе, хорошо. Такое чувство, как мы закладку ищем, господа, что за пиздец? Алина, Алина, бросаю это все дело. Я уже два дня ничего, прям вообще. Фрешмены фанатки кидают в директ свою грудь. Или попу. Или попу, да. А вот что вам кидают? Мальчики фанатки. Я не могу такое произносить. Много арабов присылают это самое. Очередно? Да. Понимаешь, в оторванности от всего это не представляет никакой ценности. Понимаешь? То есть, если, например, Брэд Питт тебе прислал такую фотку, ты понимаешь, что за этим всем стоит Брэд Питт, у него там есть что-то чувство юмора, интеллект, его кубики на животе. Кубики? Я люблю таскать побольше вещей, потому что у меня есть странный бюзик, что нельзя выступать много раз в одном и том же. И, типа, мои выступления в последнее время это не просто, типа, вышло и сыграло, а там появляются какие-то шарики, декорации, музыка. Я хочу поддерживать это настроение своими странными шмотками какими-нибудь, с какими-нибудь странными ботами, например, или ободком с ушками, что-нибудь такое. Или очками, ну, всякое разное. И для этого приходится таскать это все с собой. И это бывает тяжело. Вы стали править Россией, и вы можете требовать любые права и свободы, и вещи, которые... Вещи, вещи, вещи! Женщин мне хватает. Мозгов, наверное, или что? Большинство. Я не готова. Ну ладно, 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 все, не триггерия. Просто у меня достаточно странное отношение к феминизму, особенно к тому, что в России происходит. Там, скорее, мужененавистничество, чем феминизм. Я с тобой не согласна. Одна девочка, одна девочка, работала секретаршей где-то полгода. У нее был очень хороший начальник, очень добрый. Она была новенькая девочка, ее все любили, у нее все хорошо получалось. И как-то раз после корпоратива, там что-то уже все закончилось, и она стояла, готовилась уехать. Там рядом остановка, и останавливается ее начальник в машине. Типа, девочка, тебя подвезти, там, все хорошо. У нее задних мыслей не было, да? Все уже пьянки, ни у кого не было здесь задних мыслей, все хорошо. Лизочка, уже все окей, да? Блин, черт, девочка, уже все хорошо. Типа, давай я тебя подведу. Нет, все в порядке, не надо, спасибо. Ой, Лизочка, ты как хорошая. Ой, Лизочка, ты как хорошая. Дай я тебя поцелую. Ну, разве что. И он берет, целует меня там то ли в щек, то ли в нос. Он не хотел там что-то со мной сделать или что-то такое, но я сидела и понимала, что я в своем положении никогда не смогла бы сделать вот это. А какое это имеет отношение к нашей работе, к всему такому? Я поняла, что пока есть на свете хоть одна женщина, которую начальник там за задницу щупает или что-нибудь такое, нам есть за что бороться. Вот это все произносило. Почему происходит? Потому что у нас нету языка, у нас нету фразы, чтобы понять, ты готова с этим человеком заниматься любовью. Я считаю, это очень больная точка. И феминистки, пускай они будут глупыми, смешными, но кто-то должен это двигать. Потому что наше общество уже переросло, тот язык, который... Все ясно. Чьи еще права? Кто у нас еще унижен? Гей. И лесбиянки. ЛГБТ. Что с ними делать? Да что с ними делать? Это точно такие же люди. Ну то есть какая у тебя вообще разница, в принципе, что человек творит в своей спальне? У меня есть друзья и геи, и лесбиянки. У меня тоже они такие крутые чуваки, они такие творческие. Очень много людей нетрадиционной сексуальной ориентации среди музыкантов, поэтов и так далее. А есть в России рэперы гей или лесбиянки? Даже если они есть, то они никогда об этом говорить не будут. Ну, блядь, у нас такой менталитет их загнобят же. И однажды все-таки что-то произойдет. Ну, мне кажется, наоборот, даже будет чувак, который скажет, что он гей или лесбуха, но на самом деле не будет таковым просто, чтобы похайпить. Ой, может быть, он не сделал так? Хайп так был. Тебе-то куда уже больше хайпить? Я думаю, ты помнишь вот эту всю волну протестов начала десятых? Ага. Ты тогда была довольно юна, но все же тебя так коснулось? Волна протестов? Нет. То, что мне рассказывают оппозиционеры у себя на YouTube-каналах и то, что происходит в моей реальной жизни, это разные вещи. В твоей жизни нет людей, которых сажают за репосты и так далее? В моей жизни этого не было. Я поступила в институт на бюджет, в классный вуз без всего. Я, типа, занимаюсь творчеством, пою про что я хочу, у меня ничего из этого не бывает, ни от кого не прилетает. Тем не менее, был случай, когда чувака посадили за репост твоей песни «Мама, я не зигую». Мама, я не зигую, мамочка, я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция. Да, но сейчас у него вроде все хорошо, он поднялся по своей позиционной карьерной лестнице, если я не ошибаюсь. Любишь ли ты майонез и часто ли его ешь? Знаешь, я жила в Екатеринбурге 17 лет и мне казалось, что я не люблю майонез. И я ела его просто в оливье, где-то на случайных праздниках, на случайных мероприятиях, на юбилей моей бабушки в салате. Но я переехала в Москву, попробовала ужасный местный майонез. Он хуже, да, чем ебургский? Мне сравнить. И я поняла, что я скучаю по тому майонезу. И сейчас у меня дома в холодильнике наверняка лежит ЕЖК майонезик. ЕЖК, мы делаем рекламу ЕЖК. Вот им я готова делать за бесплату, я готова им доплатить еще за это. Я готова делать фотосессии в этом майонезе просто в пачках вот так валяться. В бассейне майонеза? Фу, ну ладно, я согласна, если это поможет ЕЖК в чем-то. Как ты сама объясняешь то, что большинство твоей ЦА мужчины? Почему большинство ЦА My Little Pony мужчины? Что такое My Little Pony? My Little Pony. Это какой-то мультик про поней. Вы не скушите про это. Их дети сейчас смотрят, детский мультик? Вот в том-то и дело, что там розовые пони прыгают среди звездочек и радуги. И говорят, дружба, это магия. Собирают яблочки, кушают пирожки и маленькие рисованные разноцветные пони. Очень странно, что это прошло мимо вас. Очень странно. Действительно, очень странно, что это прошло мимо нас. Целевая аудитория этого мультика, конечно, их смотрят девочки. Но еще их смотрят дофига взрослых мужиков, хиконов и всяких двачеров. Ну и вообще взрослых мужчин. Почему? Чтобы познать душу женскую? Нет, нет, нет. Им просто хочется быть детьми, да? Ребята, нет. Нет? На самом деле им просто нравится, что это что-то милое, доброе, светлое, розовое, блестящее. И в то же время там есть какая-то мораль. Именно по этому поводу все это легко. Нам не хватает в жизни легкости. Я могу им это дать. И в то же время не чувствовать зазор, потому что и смысл какой-то тоже есть. С вами был Вася, Коля, Лиза Монеточка. Кстати, у нее тоже есть видеоблог. Он называется «Не вписка», но на него нужно подписаться, чтобы быть... Такими же классными, позитивными, веселыми людьми, как мы. Ура! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Делайте репост. Делайте репост. Вас не посадят. Это уже доказано. Самое главное, все наши соцсети есть в описании, на них нужно подписаться. Там веселые конкурсы, классные призы, розыгрыши и море веселья. Супер. Обхохочешься. Ссылку нажал, квасок получил. Теплый вечер, вино и чечил. Я отказываюсь дышать, пока они не поставят лайк. 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 Ты следующий. Он ведь может молчать вечно. Молодец. Он поставил его лайк. Все. Теперь можно жить. Я просто слышал такую версию, что он пришел со стволом на мустовое, приставил к голове кому-то ствол и вы выдали ему тарелку. Это в прошлом году. Это было в прошлом году. Это в прошлом. Все. Просто в эфир не поставили. Давай. На. Классно. Вот это лучший клип сегодняшнего дня. Однозначно 10 за хореографию, 10 за вайб. А Барре? Как был Барре? Барре 15. Барре 15. 35. Это дис на кого? Это дис на диску, естественно. Но кого еще можно? Это дис на российскую повседневность. Бля, как сказал. Я пятюню вообще. Разбитый глянчик всплывает со дна. И вечно жить нам, и вечно быть нам. И скачать где там, где плачут даже, иконы страшны. В пятиэтажах. В аромате в мельном джентльмены пускают пыль. Их дамы прячут брови пушистые, в шале душистые. Мы плывем так давно, что забыли откуда мы. Куда мы? Из какой вышли пристани и какой приз в конце? Цепи-цепи тянут на дно. Сети-сети в гасминогом. Браконьеры в логов в одно. Много нас, а их немного. Где у них яблочный спас? Где у них нефть, где у них газ? У них унисекса, у нас квас. Иконостас Михайлов Стас. Разбитый ковчер всплывает со дна. И вечно жить нам, и вечно плыть нам. Искать счастье там, где плачут даже. Иконы страшных пятиэтажек.